И еще три недели старой цены. Кабмин продлил действие старой цены на газ для населения до 18 октября. Решение принято на сегодняшнем специальном заседании правительства. Итак, сколько в итоге будет стоить газ? Когда поднимут цену? И к чему приведет выравнивание цен для промышленности и населения за ближайшие несколько лет, как анонсировали в Нафтогазе? Давайте обсудим. Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий в студии нашей программы. Здравствуйте, Юрий. Спасибо, что пришли. А на связи со студией Владимир Фисенко, политический эксперт, который точно знает, что на уме у главных героев украинской политики. Так ведь, Владимир? Здравствуйте. Спасибо, что присоединяетесь к нам. Владимир, первый вопрос у меня будет к вам. Вот смотрите, Кабмин уже не в первый раз откладывает повышение цены на газ. Теперь будем ждать 18 октября. Мне интересно, а что даст эта передышка, если по требованиям МВФ все равно рано или поздно придется принимать это решение, если мы хотим, естественно, сотрудничать с МВФ? Нет, но эта передышка означает, что переговоры продолжаются. Если бы правительство сдалось и пошло на ультиматум МВФ повысить сразу на треть, а то и больше, то это бы уже случилось. Но этого не случилось. Значит, правительство добивается компромисса, приемлемого для страны, для бюджета, для простых потребителей. Повышение, наверное, и будет, но поэтапным и таким, чтобы оно не создало чрезмерного социального и политического напряжения. Хорошо, но, наверное, какого повышения ждать нам, точнее, скажет эксперт института энергетических стратегий, Юрий, ну вот чего вы ждете 18 сентября? Ну, я бы все-таки, на жаль, не тишив себе иллюзией. Тобто, треба очековывать подвищение цены на газ. Тобто, уряд Украины взял на себя обязанное, держава взяла на себя обязанное, подписавши меморандум ЗМВФ. Цена будет в коридоре между 8,5 и 9 тысяч гривен. Это с жовтня месяца, або в крайнем случае с листопада. Это будет первый этап. Тобто, успехом един, можно сказать, что подвищение до ринкового ревня цены, так звана ринковая цена, воно растягнутое на два этапа. И на квитень месяц после опального сезона заплановлено второе подвищение цены до ревня уже 13-14 тысяч гривен. Тобто, это, звичайно, фантастичная цена. Это 500 долларов за тысячу кубометров. Така не має бути цена. Цена на газ, треба розуміти, завищена. И максимальный ревень, который сегодня мог бы быть, это 3,5 тысячи гривен. Это даже мы видели в ваших сюжетах передних. Потому что, действительно, собевартость вывода газа становится 47 долларов сегодня. Плюс затраты инвестиционные дают максимум 3 тысячи. Юрий, послушаю, вас хочется все-таки мне верить Владимиру, что все еще все-таки не точно. И Кабмин все-таки, возможно, дожмет в этих переговорах. И найдет какой-то более лучший компромисс, ну, компромисс получше для украинских потребителей. Смотрите, многие политики говорят, что у Украины есть возможность продавать газ для населения все-таки и дальше по сниженной цене. Это можно обеспечить? Если да, то как? Можно, безусловно, потому что, повторюсь, а даже компания Украинских потребителей сама признает, что они, в принципе, наибольший вигідный для них цена 3,5 тысячи гривен. Почему? Потому что цена, которая больше, от 7 тысяч гривен, и эта разница 3,5 тысячи, додатково, она должна бы пойти на сближение вывода газа. Но мы видим, 2 года вывода газа не сближается. Гроши лежат на рахунках нафтогаза, 30 миллиардов гривен. Они их просто не могут освоить. Нема ни техники, ни обладнания, ни специалистов, на жаль, які звольняются, выходят на пенсию. Ни хто не обновлює кадровый потенциал. И поэтому, соответственно, оця цена 3,5 тысячи гривен, это максимальный гривень, который позволял бы, принаймні, и людям оплачивать живыми грешами, а не сидеть на субсидию и, фактически, змушать государство думать за тебя. И государство выделяет. Мы знаем, в прошлом году 70 миллиардов гривен субсидий. На этот год мы выйдем точно по показникам до 80-90 миллиардов. Если цена будет повышена. Понятно. Ну тогда, в общем-то, стоит нам, наверное, ждать и транш. Давайте о транше чуть более подробнее поговорим с Владимиром. Владимир, смотрите, ну все мы прекрасно понимаем, что в вопросе цены на газ все-таки нас танцует МВФ, грубо говоря, да? Меня интересует такой вопрос. Вот почему официально до сих пор нет никаких внятных комментариев по последним переговорам с миссией Международного валютного фонда? За две недели до приезда миссии многие из членов коалиции говорили о радужных перспективах. Сейчас, ну просто ни пара из вуз, ни от кого слова не добьешься. Что происходит на самом деле? Что происходит, могут сказать только участники переговоров. Я таковым не являюсь. Я напомню, что переговоры ведь начинались еще до приезда миссии МВФ в Украину. Еще летом они шли, в том числе в штаб-квартире МВФ и на других площадках. Была информация еще летом о том, что есть три разных компромиссных варианта. Вот вы сами цитировали сценарий поэтапного повышения. Причем не так, чтобы уже в 2019 году выйти на максимум, вот как сказал ваш гость, а чтобы на максимум выйти только в 2020 году. Поэтому варианты разные. Почему не комментируют? Потому что слишком деликатная ситуация. И здесь утечки информации могут повредить. Я думаю, именно по этой причине ни МВФ, ни правительство, ни Нафтогаз Украины не дает какой-то информации, чтобы, скажем так, не сорвать нормальный переговорный процесс. Владимир, если можно коротко, какие рамки еще дальнейших уступок нашей власти МВФ? Понятно, что одного транша, за которым мы сейчас боремся, надолго нам не хватит. Но впереди выборы, требований у фонда много. Там и фискальная служба, антикоррупционные органы. Вот что из этого может выбрать власть как уступку? Большая часть названных вами требований – это слухи. Я думаю, что с обеих сторон ищут достаточно прагматичную, реалистичную позицию. Я думаю, что, скорее всего, ждут принятия бюджета в первом чтении. И после этого, когда МВФ удостоверится, что бюджет сбалансирован по проекту, то тогда, наверное, найдут и компромисс по газу. А также, возможно, и по другим частным вопросам. Спасибо, Юрий. Посмотрите, в «Нафтогазе» анонсировали, что якобы до 2020 года цены и для промышленности, для населения увеличат по итогу на 100%. Идет тогда речь, получается, о 15 тысяч гривен за... Ну да, 15-16, наверное, тысяч. Вот вы верите, что этот негативный сценарий может быть реализован? На жаль, может быть реализованный. То есть, если Украина остается в партнерских фитнесах с МВФ и будет выполнять свои обязательства, которые на себя сама взяла, то тогда этого ожидать однозначно нужно. В переговорах, до речи, есть также огромная проблема монополизации рынка газа в Украине. И монополизация с боку «Нафтогаза». То, что, до речи, мы видели в вашем сюжете. Это стоит вопрос, потому что, фактически, мы увидели не разделение «Нафтогаза», что вимога, до речи, Европейский союз, и МВФ также ставит такую вимогу. А мы увидели укрепление. И то, что сегодня «Нафтогаза» Украины абсолютно подминает, я бы сказал, узурповывает весь рынок поставок газа, транспортирования газа, газовых мереж, это относится в Украине. По теплу также, мы видим в сюжете, это все правда, на жаль. И вот МВФ переживает с этого привода, ну, если можно так сказать слово вжить, что, фактически, они от них втратят контроль над «Нафтогазом». Как уже уряд втратил контроль над «Нафтогазом», так и МВФ, как наш, ну, найбільший кредитор. Понятно. Ну, вероятно, вот насколько, вероятно, мне сейчас заинтересовало. 2020-й, он не за горами, он уже почти... Я бы сказал так, вот те, что я сказал, что цена 14 тысяч гривен на квитень, месяц, травня 2019-го года, невидимо, кто ее будет принимать. Виборы пройдуть, старый новый президент, новый президент, новый уряд, який точно будет. Тому, скажи за все, это решение, оно не будет реализовано, оно снова будет затягнуто, но и мы тогда не отримаем траншу. Ну что ж, поживем, посмотрим, что называется. Владимир Фисенко, Юрий Корольчук отвечали на мои вопросы. Спасибо вам за это огромное.